Не так давно мы сообщали о том, что в Европе начал действовать режим эмбарго на уголь из Федерации и обещали вернуться к этому чуть позже. Сейчас уже можно говорить о некоторых наблюдениях. Некоторые страны, у которых сформировалась критическая зависимость от поставок, получили больше времени для перехода в режим эмбарго, но основная часть все же прекратила закупки. По состоянию на октябрь экспорт угля в Европу упал на 77%. Пусть и не полностью, но федерастический экспорт потянулся к нулевой отметке. И, как следовало ожидать, самый богатый рынок мира отработал в режиме «свято место, пусто, не бывает». И вместо энергетической сверхдержавы на рынок зашли поставщики из ЮАР и Колумбии. В августе, когда эмбарго вступило в силу, они нарастили объемы до того уровня, который имела Федерация. Проще говоря, они полностью заняли нишу, в которой недавно резвилась Москва. ЮАР стала экспортировать в 3,4 раза больше угля – 1,6 миллиона тонн. Колумбия увеличила экспорт вдвое – до 1,4 миллиона тонн. Что самое неприятное для Кремля, так это цена, по которой закупают уголь. Она выше того, что платили его конторам. То есть Европа готова платить больше, только чтобы не брать уголь у кремлевцев. Между прочим, это косвенный ответ тем, кто любит рассказывать о том, что Европа за цент удавится. Она сейчас покупает все энергоносители дороже, чем у Путина. Но такой вход для продавцов долго не продлится. В долгосрочной перспективе рынок обязательно приведет к балансу цен, и они выйдут на приемлемый уровень как для продавца, так и для покупателя. Ситуация показала, что путинцы кормят свое население гуаном. Они рассказывают, что им не очень-то и хочется торговать с Европой, и уголь уже легко уходит на восток. Так что пусть Европа выкручивается как хочет. Действительно, Китай в августе получил 8,5 миллиона тонн угля, что стало пятилетним рекордом. Импорт в Индию вырос в два раза в месячном выражении, до 2,6 миллиона тонн на 550 миллионов долларов. В ценовом выражении поставки выросли вдвое и почти втрое соответственно. Казалось, что Путин удачно обеспечил объемы продаж своим разворотом на восток. Он давно носился с этой идеей, а теперь кроме разворота на восток, больше ничего не осталось. И тут можно вспомнить то, как Москва торгует оружием. По статистике, проходят поставки на десятки миллиардов долларов, причем цена каких-то систем доходит до стоимости западных аналогов, что должно указывать на высочайший уровень технологий. Логика проста. Если за такие деньги это покупают, то качество продукции бесспорно. Только вот большая часть этих поставок не оплачивается. Да, потом Кремль требует какие-то услуги или что-то еще, но вот оплаты за железо нет, а задолженность списывается. И это какой-то сюр. Если получатель знает, что платить за оружие не придется, то он согласен на любую цену, которую скажет продавец. Для получателя это все равно даром. И вот в данный конкретный момент статистика ломится от цифр, и кремлевцы рассказывают о продажах, в то время, когда их нет. Ну и цены рисуют какие угодно, а потом можно рассказывать о паритете с западным оружием. Только западные производители сначала получают оплату, а поставки начинаются через довольно внушительное время. С углем, газом и нефтью происходит то же самое. Да, можно продавать сопоставимые объемы в Индию и Китай, но никогда не получится продать по ценам, которые платила Европа, и на условиях, на которые она соглашалась. Вот как это описывает мордорская многотиражка. Продавать топливо в восточные страны России приходится с огромной скидкой. Энергетический уголь в северо-западной Европе стоит около 300 долларов за тонну, а цены в портах ЮАР на наиболее ходовые марки находятся на уровне 255 долларов за тонну. Китай покупает российский уголь в два раза дешевле. По 130 долларов за тонну. Путинские как будто говорят «Закрой за мной дверь!» Я тю-тю. Но как только ситуация стабилизируется и цены вернутся во вменяемое состояние, никому в голову не придет покупать что-то в мордоре. Даже если там кто-то казнит Путина, Патрушева, Шойгу и развесит на фонарях пропагандистов, которые варили это имперское дерьмо. Не будет ни одного аргумента для того, чтобы вернуться к такому бизнесу, даже если Сиярта с Орбаном решат по-новому сыграть в старую игру. Сейчас экстренные закупки угля временная мера, которая исчезнет в ближайшем будущем. И очевидно, что уже никто не станет менять поставщика в очередной раз. Это уже последний заезд и те, кто не успеет, может не беспокоиться. Таким образом, ситуацию с углем можно рассматривать как анонс того, что в самой ближайшей перспективе ожидает мордорские нефть и газ. Макша нам пора понять, чем хуже будет ситуация на фронте и в отношениях с Западом, тем сильнее Индия и Китай будут диктовать условия для того, чтобы ли прозорию можно было куда-то продать свое сырье. На Востоке такое считают хорошей практикой, и поэтому даже сомнений не может быть, что в какой-то момент за право продать что-то этим странам придется торговать в убыток себе. У Пекина и Дели есть выбор, у Москвы его уже нет. Тем более, что на последнем виртуальном саммите Большой Семерки впервые удалось прийти к соглашению о том, что Путин, как и вся Федерация, ответят за беспредел, который творят. А если такое решение принято, то можно не сомневаться в том, что механизмы исполнения найдут без проблем. Так Семерка еще сильнее понизила международный авторитет Лепрозория, еще больше опуская его ко дну, откуда всплыть будет нереально. Речь идет о присвоении Федерации статуса страны спонсора терроризма. Эта мера прорабатывается как в отдельных странах ЕС, так и в общих структурах, и постепенно выходит на повестку дня Конгресса США. И если дело дойдет до этого, то из режима абсолютного изгоя Федерасты смогут выходить только по частям, после развала всей свихнувшейся бензоколонки. Ситуация с угольным эмбарго уже работает как индикатор даже для тех стран, которые пока еще имеют дело с Москвой. И путинские элиты понимают, что в таком раскладе спрятанные кубышки будут очень тихо экспроприироваться по всей планете от Гонконга до Дубая. Они сами сделали свои заначки обезличенными до той степени, что невозможно установить конечного бенефициара. Вот только на месте точно знают, чье это бабло. Поэтому уже можно готовиться для классического «Косилек, косилек, нет никакой ложки!» Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова